Женщины, которые спорят со своими мужьями, доказывают свою точку зрения, хотят его чему-то научить, они всегда проживают несчастную жизнь. Женщине нельзя спорить с мужем, потому что она в любом случае проиграет. Если то, что она пытается ему донести, неверно, она просто потратила время. В этих спорах, в конце концов, мужик оказался прав, и у женщины внутри осадок он всегда прав. Он всегда прав. Вот как? Такого же не может быть. У него возникает желание доказать. Доказать, что вот и он тоже не прав. Это её очень большая ошибка. Потому что спорить с мужем нельзя. В любом случае, осознайте, спор заканчивается большим минусом для женщины. Если она всё-таки доказала ему, что он не прав, она его просто унизила раз, она его ослабила два, и третье, у него пропало желание в этом направлении вообще что-либо делать. Если же она оказалась не права, она просто потеряла кучу времени жизни в этих спорах. И в конце концов, после спора, она чувствует опять себя униженной. Она думает, вот он и всегда прав. Так вот осознайте, нельзя спорить. Вообще золотое женское правило – никогда не спорь, сразу плачь. Один этот совет, он для многих женщин просто вот так вот их корёжить начинает. А в этом путь к счастью. Женщина не может смириться с тем, что её мужчина умнее её. Но это же глупо. Это всё равно, что мужчина не мог бы смириться с тем, что его женщина красивее его. Вы разделите роли у себя в семье. Один умный, другой красивый. Всё. И не сражайтесь за это. Люди так много проводят времени в том, что сражаются друг с другом, что, по большому счёту, им времени не остаётся на то, чтобы объединиться, пойти в социум и, скажем там, заработать деньги. Или стать там успешным. Или что-то сделать для своей семьи. Возьмите и просто посчитайте, сколько времени вы тратите на ссоры друг с другом, на то, чтобы, когда вы поссорились, потом держать какую-то позицию, что-то кому-то доказывать. Вы поймите, вы прожигаете всю свою жизнь. То есть, другой совет женщинам, он звучит как «ты хочешь быть правой или счастливой». То же самое. Речь о том же. Выбор всегда за тобой. Так вот, ты выбираешь счастье или иллюзию и образ того, что ты умнее своего мужика. Или всех мужиков в мире. Ты увидь, что ты сама себе доказываешь. Феминизм вбил в голову женскую, что якобы мужчины показывают своё превосходство. Но это же глупость. В чём в превосходстве? В разуме? В работе логики? Да. Да, мужик лучше. Но спорить с этим бесполезно. Вы посмотрите, просто сколько научных открытий было сделано женщинами и мужиками. Какой процент людей работают в сложных математических структурах, в программировании. Какой там процент женщин? В сложном программировании. А не в дизайне или интерфейсе. Глупо. Это не значит, что мужики лучше. Нет. Женщине лучше чувства. У них очень развита интуиция. На уровне психе, на уровне психики они гораздо сильнее мужчин. И в этом их сила. В этом смысле мужчины и женщины очень напоминают детей. У которых одни игрушки, у девочек куклы, а у мальчиков машинки, оружие. Так вот, сейчас такое ощущение, что девочки встали и идут у мальчиков отбирать их игрушки. А мальчикам что делать? Кто-то сражается с ними, отстаивает их. А кто-то встаёт и идёт играть в куклы. Вы поймите, всё к этому идёт. Посмотрите на западное общество, где у американских и европейских мужчин яйца гораздо меньше, чем у их женщин. Мы же идём в это же направление. Люди, остановитесь. Зачем? И не надо пенять на кого-то. Ты из себя начни. Посмотри на свою семью. Посмотри, какие семьи строят твои дети. Посмотри, какие семьи строят люди рядом с тобой. Вот здесь немножечко поправь это. Как минимум, просто отправь этим людям это видео, для того, чтобы люди задумались. Пойми, ты в этом мире не один живёшь. И если ты не начнёшь менять сознание других людей, никто не начнёт. Продолжение следует...